Собираемость платежей – один из основных вопросов коммунальной сферы города. Несмотря на то, что акция «Ямалкоммунэнерго» по списанию пени, которая проходила с апреля по май, увеличила поступление платежей с учетом погашения задолженности до 107%, общий долг перед ресурсоснабжающей организацией остался в размере 60 миллионов рублей. И коммунальщики беспокоятся, что с наступлением летнего периода отпусков он может увеличиться. Сотрудники Единого расчетно-информационного центра призывают граждан платить авансом. В период, когда вы планируете уезжать и хотите заплатить авансом, учитывайте тот момент, что с 1 июля 2016 года увеличиваются тарифы. То есть в районе 4,4% идет повышение тарифов на отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и, соответственно, водоотведение. Чтобы оплатив коммуналку перед отъездом в отпуск не остаться должником, специалисты ЕРИЦ предлагают вносить авансом сумму больше приблизительно на 5%, чем значилось в квитанции за последний месяц. Собственникам необходимо помнить, что просроченный платеж влечет за собой начисление пении, а это в итоге еще увеличивает сумму в квитанции. С 1 по 30 день пения не начисляется. С 30 по 90 день – 1,3 ставки рефинансирования. С 91 – 1,3 ставки рефинансирования. Но согласно распоряжению банка, от 12 декабря ставка рефинансирования приравнивается к ключевой ставке. То есть на сегодняшний момент ключевая ставка составляет 11%. В квитанциях на оплату коммунальных услуг с ноября 2015 года есть строка «Взносы на капремонт». При задолженности по ним также начисляются пении. Фонд капитального ремонта имеет право применять штрафные санкции к неплательщикам. Я хочу отметить, что фонд капитального ремонта уже приступил к начислению пении. И в следующем платежном документе гражданин, каждый в городе, увидит тот, который не оплачивает взносы на капитальный ремонт, он увидит уже у себя начисленное пение. Так как ЕРИЦ – лишь посредник между фондом капитального ремонта и собственниками, все вопросы по списанию пени нужно будет направлять в фонд. Поэтому сотрудники Единого расчетно-информационного центра призывают не откладывать оплату счетов и выражают благодарность тем, кто своевременно платит за оказанные услуги. Я уезжаю через неделю в отпуск, и мне надо заплатить за два месяца все, чтобы не было долгу. У тех же, кто возвращается из отпуска, есть возможность уменьшить сумму в счет извещения, подав необходимые документы в расчетно-кассовый центр. Такие документы являются, если поездом билеты, самолетом обязательно, чтобы не забыли посадочные талоны, кто автомобилем, маршрутные листы. Документы могут предоставить нам в течение 30 дней после прибытия. В течение пяти дней сотрудники ЕРИЦ произведут перерасчет и в квитанции за следующий месяц собственник увидит сумму с учетом вычета. Напомним, проездные документы подавать можно тем собственникам, у которых нет в квартире приборов учета потребления воды. При наличии таких счетчиков перерасчет производится по показаниям приборов. Екатерина Склюева, Илья Квасов, Новости Губкинского.